Доброе утро! Реально доброе, посмотрите, какая красота! Два дня провожу в городе, который называется Costa Mesa, это Кьюго от Лос-Анджелеса, это уже другой округ, называется Orange County, округ Orange. Муж Питера меня отпустил мамкейшен, то есть пару дней отдохнуть от детей, это у меня такой подарок на день рождения, сделал клапан. Если у вас жена занимается детьми, уставшая, что-то вы видите злая она какая-то, раз в год, ну отпустите ее хоть куда-нибудь, не обязательно в отель какой-то дорогой, отпустите ее в какой-нибудь простой санаторий, пусть к подруге едет, к маме, пусть сама на даче пару дней посетит. В нашей семье это называется мамкейшен, можете так и сказать, слушай, я-то это услышала, Олеся Винклер, она сказала, что тебе пора мамкейшен, и я тебя отсылаю мамкейшен, и это ваша жена, девушка там или как-то иначе, она будет вообще просто признательна вам до конца жизни. Я, например, интроверт, хотя по мне, может быть, не скажешь, господи, вещаю практически на всю страну, все рассказываю, показываю, какой интроверт. Но на самом деле я интроверт, то есть мне с собой хорошо, само единственное, никто мне не нужен, я восстанавливаюсь, когда я одна, когда никого кругом нет, это известное качество интроверта. Интроверт это не тот человек, который вообще не может общаться, он может общаться, и он может тусоваться, и дружить, и может быть очень общительным человеком. Но отдыхает интроверт и заряжается только сам собой. Он не отдыхает на вечеринках. На вечеринках это для него, это жесть. Интроверту после вечеринок еще отходить придется пару дней. Но вот сам собой интроверт отдыхает. Сегодня у нас 19 ноября, вот, представляете, какая погода. Здесь еще теплее, чем в Лос-Анджелесе, поскольку это к югу от Лос-Анджелеса, то еще теплее. А вот так вот люди тоже живут. Вот это я вчера посмотрела, да, это 100% квартиры, кондоминиумы. Видите, у них здесь спортзал есть, на втором этаже люди занимаются. То есть неплохо у них все. Заехали в такой комплекс, делали у тебя квартиры. Часто бывает там еще бассейн. Я расскажу впечатление о Боранчкауте. Вот это округ республиканский. То есть это здесь живут люди, которые как бы в целом, ну, по крайней мере, раньше поддерживали Трампа. Мы до сих пор за него выступаем. Считается так, здесь в Орндж Каунте это за Трампа, а у нас в Лос-Анджелес это типа за Байдена. Одни не любят других, другие не любят вторых. Вот я здесь побывала, и конкретно понятно, вот за что голосуют эти люди-республиканцы. Традиционные семьи, это действительно так. То есть здесь меньше вот этого всего, что у нас разноцветные там люди разные в Лос-Анджелесе, непонятно. Здесь этого намного меньше, даже не видно. Значит, это чистота, здесь совершенно не видно бездомных людей. Проблема, которой Лос-Анджелес зарос, если я вообще не знаю, что сделаю. Здесь просто чисто. Я вчера один журнал посмотрела, там было написано, что, значит, есть какой-то фонд в Орндж Кауте, где люди делают донейшн, чтобы бороться с бездомными. Ну, то есть они конкретно занимаются этой проблемой. В Лос-Анджелес они только говорят, что ли, занимаются. А здесь они конкретно занимаются. Все понятно, что там написано, что, значит, этот фонд, он помог практически тысяче бездомных людям. Эти люди также, они выступают за поддержку бизнеса. То, что Трамп, он поддерживает бизнес, он делает хорошие условия для бизнеса. Но он сам продвигает этот образ жизни, где, естественно, он любит роскошество, там, богатство. Не стесняется об этом говорить. И здесь, как бы, в этом округе люди, они действительно такие. То есть они наряжаются. То есть здесь такого нет, как у нас в Лос-Анджелесе, в леггинсах и в пирах в мир. Здесь уже женщины в платьях, они с укладками, так и, знаете, прям вот как в этом старом американском сериале. Прямо особенно много там возрастных, которые здесь живут, и они прям такие все при параде, приходят в ресторан. В общем, интересно. Есть сегодня такой вот у нас завтрак, американо с молоком попросила. И это называется авокадо-тост, но еще добавила лосось. Ну, короче, как по-нашему, практически бутерброд с рыбкой. Правда, куски огроменные, не знаю, осилили ли я. Вот тоже, например, мимо прохожу, смотрите, какой комплекс. Приятный, одиннём для арт. Что же, это квартиры, такой фонтанчик у них. Пальма, ну, приятно. Здесь есть такой арт-дистрик. Вот это у нас называется Охморндж Каунти Модерн Арт Мюзеум. Музей искусства. Смотрите, какое здание красивое, интересное. Классно. Здесь какая-то статуя такая современная. И вот за ним там еще концертный зал выглядывает. Я вчера туда ходила на концерт, мне очень понравилось. Вот это концертный зал. Смотрите, какой симпатичный, современный. На улице здесь кафе, вчера все это работало. Да, здесь можно там было взять коктейль, кофе. Люди приходят на концерт. Ну, прям как в Лос-Анджелесе Дисней Концерт Холл. А это такой свой у них концертный зал здесь в Орндж Каунте. Мне очень понравилось. Вот еще такой красивый тоже зал искусства. Герстром Холл называется. Очень красивый. Кстати, сегодня я вам сейчас интересную вещь покажу. Сегодня будет здесь концерт молодежного симпатичного оркестра. Я поняла, что это все люди, родители привозят детей. Видите, очень много машин. Выходят дети с инструментами, на них все в костюмах. Потому что они сегодня будут выступать. Концерт в час по расписанию. Очень много детей. Да, они с инструментами, они сейчас будут репетировать. Очень много в этом округе китайцев живет. Ребята, которые живут в Орндж Каунте. Если вы посмотрите это видео, объясните нам, что делают все эти азиаты, китайцы, корейцы, японцы в Орндж Каунте. Чем они здесь занимаются, где они работают. Потому что их очень много. Я вчера просто видела огромное количество в магазине. И видно, что это как бы не туристы. Это явно люди и семьи, которые здесь живут. Их прям очень много. Вот в оркестре я увидела, что очень много здесь азиатов. Семьи здесь тоже не бедные. Родители приезжают на хороших машинах. Детей привозят. Дети не бедные занимаются музыкой. То есть все это понятно, что элитарные. Видите, сколько азиатов? Сплошные азиатские дети. В Америке, в принципе, чтобы научиться играть на инструменте, это сотни долларов. Ну, а за несколько лет это, наверное, тысячи. Потому что вот в Ридондо-Бич было занятие, по-моему, 45 долларов за полчаса. То есть считайте, там 70-80 за час. Ну и в целом, допустим, на портепиано час занятий с преподавателем, это тоже где-то вот 70 до 100 долларов. Вот такие расценки. Ну вот и посчитайте, сколько уроков нужно ребенку, сколько раз в месяц и в код, и чтобы он научился играть. Да, вот это вот все сопоставьте. То есть это не для бедных. Вот обратите внимание просто, как чисто. Я снимаю вот эту территорию около театра, около этих концертных залов. Сегодня воскресенье. Ни одного бездомного, нет мусора. Все очень прилично выглядит. В Лос-Анджелесе тут уже кто-то бы прилег, присел, уже бы парк заняли тут. Хороший асфальт, дорожки, все пострижено. Ну, в общем, замечательно, хорошее впечатление. Оранж Каунти, вы молодцы. В общем, у вас по сравнению с Лос-Анджелесом просто образцовый порядок. Все чисто и красиво. Так держать. Продолжение следует... Продолжение следует... Такой концертный зал весь в Косте Мессе, большой. Очень приличный. Написано, что с хорошей акустикой будем надеться. Я уже последний билет взяла, поэтому если дети, интересно, никогда так не сидела, оркестры буду видеть со спины и весь зал. Вот так вот. Ну, попробуем, посмотрим, как это. Зато пианисту смогу прям наблюдать. Близи, можно сказать. Класс. Какая молодец, а! Смотрите, сегодня California Dreaming называется концерт. Я даже детально не смотрела, что там будет. А будет там Ратманина, Дебюси, ну вообще. И к тому же будет Вадим Холоденко. Ну опять, наверное, наш пианист. Это называется Pacific Symphony. Симфонический, наверное, оркестр Pacific, оркестр Тихого океана. Представляете, вчера сходила я на концерт, и там пианист Холоденко украинский выступал. Написано, родился в Киеве, ну считается украинским. Прекрасно играл. А папа же у меня музыкант, и я ему вчера рассказываю, что, слушай, вот так и так попала, и даже и нашего пианиста увидела. Папа говорит, так это же известный пианист. Его жена детей убила. Я говорю, как так? Пошла посмотреть в Google и смотрю, да, там реально написано, что безумно талантливый пианист вообще кучу конкурсов выиграл. Вот, ну такая история трагическая, что его жена вроде двух детей придушила. Ужас. А он еще вчера играл, и я так сбоку видела, как бы его лицо на экране. Но у меня такое ощущение было, что он то ли что-то жевал, пока он играл, то ли, ну как-то челюсть все время ходила ходуном. Ну и теперь, конечно, это многое объясняет. Сегодня я доехала, это называется Fashion Island, остров Fashion. Большой торговый центр на открытом воздухе. Просто заехала вот так людей вам поснимать, показать. В воскресенье. Американцы очень любят в магазинах болтаться, и еще ходят на бранчи. Бранчи – это breakfast class lunch. То есть такое, ля покушает в 11 утра, 12 в час, что среднее между завтраком и обедом. Вот, и, ну, симпатично, конечно, потому что все в открытом небе, в на открытом воздухе. Классно. Вот такие домики очень популярны. Домик Санты. Сейчас их везде наряжают. Момор в магазинах закрытых. Все в такой рождественской тематике. И там можно сфотографироваться с Санта-Клаусом. Здесь, конечно, на открытом воздухе, ну, это можно ходить целый день. Фантастика. Очень красиво, конечно, везде. Полки трещат, все к Рождеству, к Новому году украшено. Только приходите, тратите денежки. Все, в магазинах все просто ломится, да. Ломится. Предлагаю, правда, скидки. Уже вот вести, видите, написано Black Friday. Черные пятницы скидки. 30%, 50%, 60%. То есть, в принципе, конечно, у кого есть деньги для шопинга, хорошее время. Сейчас уже, честно, просто неохота делать еще шопинг-обзор, потому что на это целый день уйдет. Но если вам интересно, то я, конечно же, сниму, как бы, какие сейчас цены, за сколько можно одеться в Америке. И, конечно, на ответ можно одеться на любые деньги, потому что разные одежды есть, совершенно разного уровня. Вот, действительно, скидки 50%. Я, единственное, когда всегда хожу в женские отделы, ну, тут разное, конечно, висит и женское, и такое старомодное, но есть очень много хороших вещей, красивых. Я всегда, когда просто иду в такие магазины, я вот каждый раз задаю себе вопрос, ну, почему они так плохо одеваются? Ну, здесь такое количество одежды, прям, ну, очень хорошее. За небольшие деньги можно одеться, там, и, вяля, вечернее платье можно за 50 долларов купить, какие-то там джинсы за 10-20, если поискать. То есть, просто очень много одежды разного типа на, вообще, разный, конечно, кошелек на разный вкус. Вот я вам показываю уже, даже мимоходом просто понятно, что, ну, очень разное одежда. И при этом они все равно ходят, ну, не знаю, ну, просто ужасно одетые. Не знаю, мужские отделы, мне кажется, красивее как-то вывели, чем женские в этом универмаги. Все так разложено красиво, приятно смотреть. Музыка. Сейчас только что, как говорится, полизала витрины, знаете, во французском языке такое есть выражение Лачеля витрин, полизать витрины, когда это все так дорого стоит, что ты просто больше смотришь, чем покупаешь Вот, поэтому полизала, у нас сейчас все деньги идут на поездку в Москву и встречи в других местах с родителями Это намного больше приоритет для меня, чем там сумочки дорогие, всякая фигня Поэтому вот так посмотрела, самое необходимое купила и поехала домой Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям, кому интересно смотреть про Америку И вообще с позитивным настроем, и не так, что в Америке все ужасно или все прекрасно Ну как-то пореалистичнее, да, все стараемся показывать Есть богатый, есть бедный, есть такое, есть другое Надеюсь, из этого видео вы еще кое-что интересное почерпнули об Америке Увидимся в следующих влогах, пока-пока!